Привет блокнотикам! Что, готовы гости посетить? Месяца за полтора до проекта у меня случился сердечный приступ в силу возраста или в силу еще каких-то обстоятельств. Пришлось пройти обследование. Ну и первая рекомендация доктора была, это срочно нужно худеть. Я ехала с работы, звонит муж, никуда не заезжая, и мы едем срочно на кастинг. Непонятно какой кастинг, потому что до этого я не слышала, что это. Мы приехали, я посмотрела, говорю, Игорь, ты у меня самый стройный из всех участников, те, которые присутствовали, и самый возрастной, самый старший. Я говорю, ох, не возьмут тебя, не возьмут. Взвешивание продуктов, каждого продукта, это определенное время, это определенные какие-то движения, скажем так, сложности, я бы сказала. Я больше скажу, во второй или в третий день проекта чуть до развода дело не дошло, когда жена рыбу пожарила, обваляв в муке. Изначально мой уголок. Тут я взвешиваю, тут я до сих пор продолжаю принимать омега-3. Вот нижние полки, там где хранятся овощи, это мое. Все, помидорки, огурчики, авокадо, кабачки, дальше этой полки я не лажу. Все остальное пошли, тут колбаски, маслица, но нельзя. Мясное, рыбное, овощное, заморозка. Колбасу нам было категорически запрещено покупать. Бобр, и вот добродушное лицо. Еще второй бобр. Да, второй бобр, правильно. Ну, вот помнишь такого дедушка? Да. Дедушка был толстый и добрый, да? Шортики, купленные в Таиланде. Купленные в период похудения. Одеваю на другие шортики. Ну, вот, собственно говоря, вот как-то вот так вот. Вот такое. Футболка, которая до проекта не носилась, потому что была сильно в обтяжке. Речь до проекта шибкого в обтяжке. Какая-то накрывашка для танка. Желания и мотивации у меня были, пожалуй, посильнее, чем у всех остальных. Мне нужно было не просто стать молодым и красивым. Мне нужно было украсть у жизни еще несколько лет. Вес перестал уходить последние недели, поэтому я садился на велосипед, и у меня была назначена дистанция марафонская, 42 километра. Он приходил мокрый, как вот с озера, как будто бы его доставали. Я говорю, ну так ведь тоже нельзя. Мой муж попал неделю две с половиной, три назад в ДТП. Был на велосипеде, его сбила машина. Это очень такой был удар. Честно говорю, я переживала, я ему даже запретила ездить на велосипеде на работу, в том числе на тренировке. Сказал, садись на машину, езжай. Молодец! И я теперь с такой гордостью это произношу, потому что вес был большой. Для себя я считаю, что мы на самом деле счастливцы, что мы попали в этот проект. Партнер проекта «Клиника варикоза.нет». Удаление варикоза без разрезов и наркоза. Партнер проекта «Клиника варикоза».